Добрый вечер. С августа прошлого года амурская власть начала наступление на алкогольный рынок. Время показывает, что эта борьба с зеленым змеем зачастую поверхностно и однобоко. Сегодня наш трезвый разговор в этой студии поддержит Владимир Городнов, заместитель начальника региональной полиции по общественной безопасности. Владимир Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот с августа месяца идет у нас такая региональная антиалкогольная борьба. Уменьшилось число преступлений на почве пьянства? Ну, органы УМВД в Амурской области констатируют, что в 2011-2012 году у нас очень большой рост был. То есть в 2011 году на 40% преступлений в состоянии алкогольного пьянения, в 2012 на 24%. И вот только в 2013 году мы отмечаем небольшое снижение на 3,8%. Количество преступлений совершено в состоянии алкогольного пьянения. Ну, вот смотрите, я сказал уже в начале, что, на мой взгляд, это борьба такая поверхностная и однобокая. Мы с метражом магазинов боремся, там где-то регламентируем продажу алкоголя. А суррогат, сегодня же одноэтажная преамурья наша сельская просто захлебывается от самогонки. Как полиция с этим борется или не борется? Ну, по этому вопросу я могу сказать, что данный вопрос он всегда на повестке дня стоял. Значит, независимо от того, что мы сейчас живем, можно сказать, более в новом времени. Значит, и в середине 2000-х годов, значит, суррогат он присутствовал на всех территориях, и особенно на сельских территориях. Значит, продавался и технический спирт, и самогон. И есть это явление и в настоящее время. Мы этого отрицать не будем. Значит, по данному направлению. Единственное, что я могу сказать, что мы активизировали эту работу, потому что ранее, может быть, где-то меньше уделялось этому внимания. Сейчас на гребне этой волны, связанной с происшествиями в Амурской области, с ЧАЭС, значит, с таким огромным количеством пострадавших граждан, конечно же, отмечается, вот, все эти болевые точки, они стали более видны. Более выпуклые. Сколько изъяли там самогонных аппаратов, можете сказать? Сколько штрафов выписали? Сколько наказали за какой-то промежуток времени? Значит, что касается самогонных аппаратов. Значит, статья о сбытии самогона, она стала действовать буквально, у нас, это был закон Амурской области, значит, он и сейчас присутствует, но она начала действовать, по-моему, с 2009 или с 2010 года. Активно стала применяться нами. Значит, мы имели полномочия по составлению протоколов по данной статье. В настоящее время, в настоящее время, с 1 марта данные полномочия с нас сняты. Значит, мы... Вот так, боремся. Да, вот по данной статье мы, как федеральный орган по законам Амурской области, не можем... Самогонщики аплодируют сейчас. Ну, возможно, какая-то часть из них может аплодировать. Значит, в связи с чем это? Значит, в связи с тем, что необходимо, на мой взгляд, конечно же, вносить изменения в КОАП. То есть, кодекс административных... Понятно. Вот сегодня, какая реальная наказание, вот поймали человека, самогон готовит и продает. Как можно наказать его? Значит, если мы до 1 марта задерживали гражданина, продающего самогон, значит, составлялся протокол, данный протокол рассматривала административная комиссия, которая у нас действует на каждой территории муниципального образования. Значит, по решению данной комиссии, значит, штраф был до 5000 рублей, значит, на каждого самогончика. Сейчас, с 1 марта? Я думаю, что где-то на 2010-й, 2009-й год, 2011-й, эта сумма, она была очень достаточно эффективной, она действовала, реально действовала. То есть, самогонщики многие бросали этим заниматься. Значит, сейчас, мы работаем по другим теперь уже статьям. Значит, у нас есть статья 14.2, кодекса административных правонарушений, которая именно говорит о том, что продажа алкоголя, когда это запрещено, либо ограничено. Значит, по данной статье у нас штраф немного менее, значит, там до 2000 рублей. То есть, знаете, вот такое чувство, что наш амурский губернатор, он будет таким региональным Горбачевым в 85-м году. Лозу виноградную уничтожили, а проблему не решили. Мы этого змея, с одной стороны, как-то вроде там пытается власть душить, а с другой стороны море разливанное. Я вот сейчас вернулся из командировки, был в Тындинском районе, в Магдагачинском. Там люди уже слово «участковый» не выговаривают в поселках. Их практически очень мало. Кстати, что с этой службой у нас в регионе? Значит, что касается службы участковых. Значит, до реформирования в нашей области было 522 участковых. Значит, в настоящее время, после реформирования, после сокращения, их 406. Значит... Больше, чем на сотни меньше. Да, 116 человек. Значит, у нас их стало меньше. Это, конечно, очень сильно по нам ударило, потому что участковый, если брать сравнение с любым сотрудником полиции, это ГИБДД, ППС, Недорожная охрана, он более эффективно борется по всем направлениям деятельности. Он больше всех составляет административных протоколов. Он в одном лице, вся правоохранительная система в селе, это участковый. Как у нас говорили ранее, значит, это маленький министр внутренних дел на территории. Вот смотрите, участковых урезали, их не хватает. Почему молчит полиция об этом? Ну скажите обществу открыто, что народ работодатель, у нас не хватает участковых, у нас не хватает сил, реформы пошли не туда. А вы молчите все, и как-то вот, и мы не знаем об этом, и общество не слышит. Кажется, что все хорошо. Вы знаете, вот данные, скажем так, силы и средства, они рассчитаны, ну, исходя из, скажем так, благодатных условий, которые на территории складываются. Возможно, для каких-то западных территорий, где все... В идеальной картинке. В идеальной картинке. Этого достаточно, этого количества. Но мы забываем о том, что мы с вами столкнулись с такими серьезными проблемами, особенно как в прошлом году. И, конечно же, это все на поверку, вот оно проявляется в этом. Но вы реально можете сказать, что у полиции не хватает полномочий, у полиции не хватает сил сегодня, средств, чтобы реально бороться с этими суррогатами? Значит, я думаю, что сил и средств нам будет достаточно. Значит, очень, понимаете, очень сложно, у нас очень быстро меняется законодательство. Очень быстро. Очень много вводится каких-то новых норм. Значит, и мы не всегда успеваем. Очень большой аппарат, мы это понимаем. Очень большое количество полицейских. И нужно до каждого, до каждого, буквально, донести, что мы хотим от него получить, какой результат. И дело в том, что у нас и правоприменительная практика, даже на территории нашей области, она различна. То есть, каждая территория вырабатывает какие-то свои способы борьбы, даже по одному и тому же явлению. Ну, знаете, ну ладно, там село, вот моя родина, малое село отважного Архалинского района, пять человек споили деревню. Их знают все от бесхозных собак до лежачих старух, этих пятерых. Ну, как-то вот правоохранительная система не знает. Ладно, это село. Благовещенск, магазин Север, их несколько у нас есть. Наша съемочная группа Альфа-канала несколько раз делала сюжеты. Совершенно недавно, по-моему, делали подконтрольную закупку. Ночью продают алкоголь, плевать, они хотели на все постановления и на всю нашу власть. Ну, казалось бы, ну что не хватает полиции в городе уж как-то маленько порядок навести? Ну, город-благовещенск наиболее активно у нас работает по данному направлению. Значит, точек на самом деле у нас по продаже спиртного очень много. И вот здесь тот законопроект, который мы рассматривали на общественных слушаниях, говорящий о, ну, наверное, предполагающий какое-то определенное уменьшение. Количество торгующих точек, наверное, здесь бы было это адекватно. Применительно по городу Благовещенскому. Те меры, которые мы принимаем, конечно, в полной мере не могут пока повлиять на эту ситуацию. Но вообще ваше мнение об этом нашем антиалкогольном законе, он хороший, его в чем-то надо доработать. Вот мы тут уже 10 минут говорим о проблемах этого закона. То, что касается в части ограничения времени, значит, продажи алкоголя, я его полностью поддерживаю. Ну, и это позиция МВД в целом. Потому что за тот период, который он уже применяется в виде постановления губернатора и действует, мы видим, что это действительно положительно влияет. То есть это есть, во-первых, как рычаг у органов полиции. То есть применение вот этой 14.2 статьи, ранее она очень была редко применима. Сейчас она полностью работает. Чего не хватает в законе, на ваш взгляд? В законе, ну, на мой взгляд, здесь надо, конечно, смотреть. Я так думаю, что закон, законопроект, он сделан для того, чтобы и время есть определенное, что некоторые позиции возможны, потому что очень много участников в данном процессе. Конечно, некоторые позиции, может быть, можно еще согласовать. Но время, время вот именно по ограничению, я считаю, оно очень удачно выбрано. Ну, вот смотрите, вообще по всей этой антиалкогольной теме, ну, штраф 2 тысячи, это просто плевок в население, я считаю, такой. Надо усиливать категорически. Штрафы должны быть конскими, просто, на мой взгляд. Самое главное, что они должны иметь какую-то арифметическую прогрессию. Значит, если мы в первый раз человека задержали, да, может быть, пускай он будет минимальный. Значит, есть люди, мы знаем психологию, кому-то просто достаточно предупреждения, не обязательно его наказывать. Ну, если люди этого не понимают, если люди наперекор всему... Ну, там половина, там рецидивистов половина, кто в этом бизнесе, они живут на этом годами и династиями. Поэтому эти штрафы для них просто комарийный писк. Это были простые вопросы для Владимира Городнова, заместителя начальника Амурской полиции по общественной безопасности. Мы говорили, пытались трезво говорить о пьяной проблеме. Всем добра и здоровья, берегите себя и живите, пожалуйста, долго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин